Всем привет! Это Мексиканские Хроники и я Виктория Боня. Как обычно, на повестке дня обсуждаем самые горячие темы реалити-шоу «Каникулы» в Мексике. Сегодня в программе. Осознанный выбор Елисея. Ты можешь отдать свое право на свидание любому парню. Он остался таким же дурачком, каким и был. Что написано пером, не вырубишь топором. Собирать свои вещи и покидать эту виллу навсегда. Должен покинуть нашу виллу. Темная лошадка на проекте. Какая бренд, ребят? Ну, на той. Надо быть реалистом. Были моменты, где у нас были стесняшки такие. Кто, как и с кем. Все точки расставят и все нам расскажут наши независимые эксперты. От них ничего не утаишь. Роман Свалов. Психолог. Закончил МГУ. Факультет психологии. Практика 7 лет. Специализация семейная психология. Алексей Николаев. Астролог. Свой первый гороскоп он составил 5 лет назад. Специализация совместимость супружеских пар. Дарья Миронова. Экстрасенс. Лицо русской экстрасенсорики. Практика 23 года. Специализация межличностные отношения и предсказания будущего. Хочешь высказаться? У тебя есть шанс. Сначала на сайте проекта, а потом в прямом эфире. Мы ищем экспертов из народа. Тебя услышит вся страна. На виду поеду. Ксюша лила слезы по Елисею. Без него и свет был немил. А по его возвращению прямо-таки поникла на глазах у всех. И самое интересное, похоже, она сама не замечает, что ее лучезарную улыбку сменили постоянные слезы. Огонь в твоих глазах... Вот, блин, это просто бред. И Женя опять впереди планеты всей, грубо говоря, да? Что у нас, себя самый умный считает или что? Огонь в твоих глазах потух. Какой огонь? Она что, Лермонтов, что ли? Женя вот после голосования почувствовала себя вдруг самой умной, самой значимой. И всем пытается дать советы, да? Заткнуть там всем, короче, рты. Милые бронятся, только тешатся. Это баланс. А для Елисея эти отношения вообще игра. Хотя он действительно испытывает симпатию Ксении. И, естественно, физическое влечение. А она не удовлетворяет его потребности. И еще и напрягает своим поведением. Шанс на успех у пары небольшой. Но все же есть. Это будет зависеть от их желания услышать друг друга. Но вот уже совсем скоро Ксюша сама начнет сомневаться. И на горизонте может появиться другой мужчина. И, скорее всего, это будет кто-то из участников, сейчас живущих на вилле. И вот эта вот рожа ее, когда я смотрю на нее, когда она извиняется перед ним за его песню. Я считаю, что все, что он делается, все к лучшему. И делается должно один раз. То есть если она посчитала, что он должен уйти, его не надо было возвращать. А, уже поздно-то он говорит. Здесь надо... Пусть будет игра на деньги. Да, вот это правда. Интриги закручиваются. Ну что ж, выслушаем мнение астролога. Может, союз Ксюши и Елисея одобрят звезды? Елисей, будучи овном, вызывает у Ксюши, рожденной под знаком водолея, способность идеализировать его, как своего мужчину. И самое интересное, Ксюша искренне верит, что Елисей все поймет и будет соответствовать ее видению отношений. Бесспорно, привязанность налицо. Но страсть – это разбуженная эмоция. А Ксюша боится всего, что имеет с ней хоть малейшую связь. Елисей, как страстная натура, не может понять ее холода в этом отношении. Общие интересы помогут им добиться гармонии во взаимоотношениях. И сделают общение увлекательным и желанным для обеих сторон. Я допускаю то, что мне, возможно, будет там, да, тоже не просто все будет складываться у нас, но это жизнь, мы сами ее делаем такой. Стало быть, не зря Елисей не отказался от совместного свидания с Ксюшей. Немного терпения, и Ксюша даст эмоциям ход. Но вот, похоже, такой расклад не по душе большинства участников. Ты можешь отдать свое право на свидание любому парню. Хорошего дня, Алина. У нас было не было свидания. У нас было четверное свидание. Хочешь тузнуть, барни, ходить с ними. У нас тоже не было. Скушки и мухи. Кстати, мне импонирует настойчивость Елисея. Правда, иногда он забывает контролировать свою детскую непосредственность. Но будем надеяться, что даже Вэлу за шорты, сланцы и 20 тысяч рублей он не отдал свидания только, чтобы наедине провести время с Ксюшей. Что ты хочешь, чтобы я поменял? Больше конкретики просто. Я хочу, чтобы ты был более нежным и обходительным со мной. Идет? Ну так. Я тебе поцелую. Нежный и обходительный. Так если мы этого оба хотим, то у нас, значит, будет хорошо. Значит, у нас больше шансов. А вот Елисею подавать страсть и легкость в отношениях. Что тут удивляться? Типичный мужчина. Я бы посоветовала Ксюше добавить игривости в отношения, нежели пилить его день и ночь. Ксюха вчера весь день за ним бегала, извинялась за его ошибки. Да, да. Понимаешь, это дополняет. Ксюха за ним бегает, плачет. Вот смотрит на него так, извиняется перед ним за его косяки. Вот это что за ним. Это пары на время, понимаешь? Неделю она... Нет, всю неделю она прям... А сейчас она ходит, поникшая такая, извиняется перед ним. Она виновата в чем-то. Интересно, Ксюша все еще имеет планы на Елисея? События на вилле развиваются порой быстрее, чем того хотят сами участники. По-моему, розыгрыш с очередным уходом Елисея дал возможность открыть глаза даже самой Ксюше. Я не хочу уходить. И ты не уйдешь? С человеком... Ты что? Со мной? С человеком? Ну то, что мы с тобой то ссоримся сейчас. Ты понимаешь, что ссоримся, то ругаемся. Ты топишь ногами, говоришь, я не собираюсь меняться. Я ничего не собираюсь. Я не буду тебе заставлять твое решение. Я тебе спросил, ты ответил. Просто, понимаешь, если... Ну как бы я бы... Я бы все понял. Если бы у нас с тобой были крепкие отношения, как бы ты говоришь, Ром. Да, я рад. Хорошенькая. Я же это говорю. Рома бесится, потому что ему никак не везет создать пару. Женя, несмотря на то, что живут в одном бунгало, реагирует на него в качестве поговорить. Так что, Ромочка, не льсти себе. А с другой стороны, удивляться ничему не приходится. Поэтому спросим у психолога, как он охарактеризует нашего Ромашку. Рома пожинает плоды своего поведения. Девушки, безусловно, чувствуют ту легкость, в которой Рома завязывает и разрывает контакты. Поначалу это воспринимается как легкость и непосредственность. Но практика показывает, что в отношениях Ромы с девушками не хватает глубины, которые от него так ждут. Чтобы создать пару, Роме следует или проявлять больше внимания и терпения, или научиться симулировать заинтересованность и стабильность. В любом случае, это будет требовать от Ромы дополнительных эмоциональных физических затрат, на которые он, похоже, идти не собирается. Подобная энергетическая экономия Ромы вызывает в девушках симметричный ответ. Они тоже не готовы растрачивать себя на его общество. А что нам скажет астролог? Есть ли шанс у пары Рома и Женя? Мужчина Овен, в нашем случае это Рома, может почувствовать необходимость доказать женщине-деве, что его понятия и идеалы разумны, что он эмоционально созрел для всего того, чего хочет Женя. Но Евгения, как одна из типичных представителей своего знака, не промолчит, указав на любые промахи мужчины, отчего Рома может негодовать то, что мы и наблюдаем. В физической любви Овна и Девы часто скрыто туманное очарование. Вполне вероятно, они принадлежат к редким ныне людям, противникам секса ради секса, который выставляется всем на показ. То есть отсутствие чувств для них повод вообще отказаться от физического удовольствия. Так что, Ромочка, не обольщайся. С тобой, Женя, лучше, чем одной в башне. Но дальше этого пока не заходит. Что-то бедная белокура девочка никак не влюбится ни в кого. Даже за Вэллом как-то перестала охотиться. Или просто зубная боль заняла все ее мысли. Это мы обсудим уже через мгновение. Девушки отдыхают. Стороны спутаться так, что ты хочешь просто остаться здесь. Возможно, именно там хранится причина его неудачных отношений на проекте. Женя каждый день говорит, что я сильно поправилась. У меня стало большое лицо, у меня стало большой живот. Может ли мужчина влиять на женщину так, что та решит изменить композицию своего тела и сядет на день. И снова всем привет. Возвращаемся к нашему обсуждению. Женя находится в паре с Ромой. И пока между ними вовсе ничего не происходит, за Женей ухлестывает Никита. Но похоже, она даже не замечает его симпатии. С Женей мне очень нравится внешне. И я с удовольствием был бы с ней, если бы она как-то поменялась характер, манеру общения. Никита, а как же, когда любишь человека, принимаешь его каким есть, со всеми недостатками и достоинствами? Что ж, хочется послушать, что нам скажет экстрасенс. Совсем скоро обострятся. Возможно, именно там хранится причина его неудачных отношений на проекте. Он мысленно в другой плоскости. И это ощущается не только Женей, а и другими участниками, живущими на вилле. Так о ком же думает Никита? О Жене или, быть может, о бывшей жене, которая осталась на родине матушки? Хочется задать вопрос психологу. Что же происходит с поведением Никиты? И насколько искренняя его симпатия к Жене? Да уж, тараканы в голове есть у каждого из нас. Но вот вопрос. Почему одних никто не замечает, как тараканов? И считает их невинной особенностью, в то время как других воспринимают как здоровенных, усатых, ползающих тварей? Ответ находится не в нас, а в тех, с кем мы общаемся. Так уж устроена наша психика, что мы скорее заметим соседей таракана, если в нас сидит такой же. Подобный защитный механизм психики носит название проекция. Проекция внутренняя ошибочно воспринимается как происходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то свои собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера, полагая, что он воспринял что-то как приходящее извне, а не изнутри самого себя. А теперь подумайте, у кого на самом деле в голове тараканы? У Никиты или у Жени? То, что творится на душе у Никиты, ярко отражается на его поведении. Как можно верить в искренность его чувств, если он сам в них не очень-то и верит? Но азарт он в Мексике азарт. Уходит Саша и остаётся Женя. Но со стороны, я тебе ничего плохого не жила, но со стороны смотрится так, что ты хочешь просто остаться здесь. И поэтому ухаживаю за Женей. Правильно делает Никита. Точно так же, думаю, поступит у Рома, так как они оба осознают, что каждый из них находится под угрозой вылета. Только вот эту головоломку прекрасно понимает и Женя. А спасёт она кого-то одного. И исключительно по собственной заинтересованности. Так что, мальчики, дерзайте. Это для нас, Женя! По-моему, Рома идёт на опережение. Хотя сам постоянно бегает то к Полине, то к Сюше. Теперь к Жене, от Жени к Брэнди и снова обратно. Эх, мужчины, какие же вы непостоянные. Ну что ж, жизнь на Виле не так уж и безоблачно. Вот Жаклин с Эриком перешагнули на следующую ступеньку отношений. Бурных часов, проведённых в спальне, становится недостаточно. Я говорю Жаклин, Жаклин знает, как только придёт девушка, которая потнёт больше, мы распрощаемся друг с другом. Да, если не то, что... Это абсолютно честно. Вот у нас такие отношения. Пришло время добавить остроты в отношения. А то какая-то тишина да покой. Даже как-то скучно стало наблюдать за этой приторной парочкой. Хотя на самом деле они мне импонируют. Вот им хорошо вместе и плевать им на всё и вся. Но не тут-то было. Даже идиллия даёт трещину. Что нам скажут звёзды про эту пару? Характеры Льва и Водолея во многом различны. Поэтому союз Жаклин и Эрик не сулит безмятежного счастья. Но может стать источником волнующих переживаний. Ничто их не удержит от обоюдного желания. Казалось бы, вдвоём они горы могут свернуть, но ничего такого не происходит. Начинается борьба за лидерство, выяснение позиций и амбиций. И весь пар уходит. Но будьте уверены, они ещё продемонстрируют нам войну полов. А как же насчёт будущего Жаклина и Эрика устами экстрасенса? Ссоры, возникающие между Жаклин и Эриком, достаточно мелкие. Для этих отношений это как изюминки для кекса. То есть наполняют начинкой и придают вкус. Эрик наверняка уже неоднократно ловил себя на мысли, что страстные чувства к Жаклине меняются на непонятное раздражение. Но это было мимолётное помутнение. Спровоцировали друг друга, поругались, покричали, спустили пар, и опять всё хорошо. Могу смело сказать, они не готовы расставаться. Так что придётся ещё понаблюдать за неразлучной и сладкой парочкой. Дальше они поймут, что их отношения требуют развития, какого-то общего увлечения. А поможет им в этом одна из пар на вилле. Использована. И надо ей, может, как-нибудь дать лёгкий намёк, чтобы ускорить процесс. Потому что уже так сейчас затянется на месяц, и чё, месяц куховать будут тут без свадьбы? Не кайфит. Джексон, скажу тебе по секрету. Манипулировать свадьбой – это запрещённый приём. Потом словами «обещать не значит жениться» не отделаешься. Вот интересно, говорит, любит, а чего обижает? Женя каждый день говорит, что я сильно поправилась, у меня стало большое лицо, у меня стало большой живот. Вот так всегда. Сначала парни пытаются проявить заботу, накормить девушек, а потом сами же садят их на диету. Не ешь то, не ешь это. Тут нам не обойтись без помощи психолога. Может ли мы снять собой такую аскезу, как диета? Зная это, Джексону стоит быть более деликатным саминой, чтобы не накапливать лишний отрицательный потенциал в их отношениях. Несмотря на мелкие стычки, Амина и Джексон пока единственная пара, которая рассуждает о свадьбе. Это такая любовь или жажда победы? Так что, может быть, мы пойдём на свадьбу с Аминой и Джексоном здесь? Блин, я честно, я достану от плаката и напишу на нём. Не верю. Вэл, между прочим, завидовать нужно молча. Сам не веришь в настоящее чувство, так другим не мешай. Маша, она очень хитрая. Она крайне хитрая. Она просто вообще... Вот когда я видел её вчера, она ссорилась с Джексоном, даже Джексон просто... Джексон просто наивный мальчик. Джексон тоже как бы фишку понимает, что надо держаться на проекте, потому что сейчас им нельзя просто разругаться, потому что они сразу же уйдут с проекта. Сразу же. Похоже, у Вэлла у самого рыльца в пушку. Хоть бы не палил контору перед Полиной. Про вас мы поговорим после того, как астролог опровергнет твоё недоверие насчёт Амины и Джексона. Амина и Джексон оба хотят остаться независимыми, и оба хотят быть вместе. Это довольно странное партнёрство. Самое замечательное в этом то, что оба партнёра хотят сохранить и упрочить свои отношения, и это им удаётся. Амина у нас рождена под знаком рыбы, а рыбы любят доминировать в отношениях. Поэтому Джексон, как представитель знака весы, везде уступает, кроме спальни, где инициатива полностью переходит в его руки. Взаимному удовольствию обоих партнёров. Увидев эту пару, вы можете удивиться, что же их объединяет. Неужели он действительно её любит? Да, он её любит. Эта пара может расстаться лишь в том случае, если один из партнёров потеряет доверие к другому. Но в союзе весы рыбы – это маловероятно. Как приятно слышать, что мексиканские каникулы соединили два блуждающих сердца. Как ни крути, но Амина и Джексон – самая красивая пара. Ты знаешь, что с тобой живёт? Не знаю. Говоря об отношениях Полины и Вэлла, можно сказать одно. Они понимают, что только союз поможет обоим дойти до финала. АПЛОДИСМЕНТЫ Там интернациональные браки! Да! Горько! Горько! Вэлл действительно жаждет победы. И это на первом месте. Мне неинтересно смотреть, как тут. Для всех, кто только что к нам присоединился, в эфир «Мексиканские хроники». Мы обсуждаем самые горячие темы дня. По словам Никиты, среди участников всего две по-настоящему искренние пары. Это Амина с Джексоном и Полина с Вэллом. Но насчёт первой мы сегодня убедились. А вот Полину и Вэлла нужно проверить. Начнём, пожалуй, с нашего психолога. Говоря об отношениях Полины и Вэлла, можно сказать одно. Они понимают, что только «Союз» поможет обоим дойти до финала. А насколько их отношения искренние, насколько взаимная любовь Полины покажет величина их амбиций и стремление к победе. Тут все средства хороши, включая запрещенное. Мне неинтересно смотреть, как кто-то играет. Мне интересно, как я играю. А что на это скажет экстрасенс? Вэлл действительно жаждет победы. И это на первом месте. Но он бы не создал пару с тем, кто ему безразличен. Поэтому шанс на успех всё-таки есть. И если Полина будет продолжать подыгрывать Вэллу, то голубки даже ссориться будут минимально. Но тут Полина должна мудро выдержать это испытание. Этот день был очередным тестом на чувства. Будем надеяться, что пары его успешно сдали. Никита отправляется с вещами в башню и становится главным претендентом на вылет. А вот что же принесёт день завтрашний, знают наши специалисты. Предстоят ссоры, но с примирением. Некоторые пары, наоборот, найдут общий язык. Многие участники захотят пересмотреть своё поведение и наладить отношения в паре. У мальчишек появится шанс проявить себя. Ребятам предоставится возможность проверить себя на силу воли. Результат будет позитивным. Мой совет ребятам – научитесь находить компромиссы. И не только в паре. Это касается каждого участника. Одной из пар предстоит потрудиться, чтобы остаться вместе. А я очень рада представить мнение очередного народного эксперта. Привет! Меня зовут Алёна, и я работаю на телевидении. Сегодня я хотела бы поговорить именно о молодых людях. Ну, например, Эрик – нормальный парень. По нему видно, что он адекватен, он естественен, он просто молодец. Абсолютная противоположность этому человеку – Елисей. Он актёр и очень плохой актёр. Хотелось бы ещё сказать кое-что о девушках, но своё личное мнение о них я выскажу в следующий раз. Спасибо. В плане личных отношений день будет сложным и взрывоопасным. С одной стороны, у некоторых пар есть вероятность обретения крепкого и долговечного союза. Но с другой, отношения будут перспективными только в том случае, если в их основе будет лежать обоюдное восхищение. В целом, день будет удачен, но полон сюрпризов. Итак, подводим итоги. Хотя некоторые вопросы остаются без ответа. Вылетит ли Никита? Сколько продержится вместе Рома и Женя? Что дальше будет с парой Жаклина и Эрик? Поженится ли Амина и Джексон? И насколько искренняя любовь Вэлла к Полине? Ответы мы узнаем совсем скоро. Продолжаю следить за происходящим реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Не забываем отмечаться на сайте проекта. Помни, нам нужны эксперты из народа. А на сегодня всё. С тобой была Виктория Боня. Увидимся уже завтра. Адиос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова